Лего Фортнайт уже вышла и, наделав шума как еще одна игра внутри игры, которая переклюнула по количеству игроков саму Королевскую Битву, не прошла для меня незамеченной. Я залип в новый выживач, который доступен бесплатно для всех игроков и представляет собой смесь Майнкрафт, Анимал Кроссинг и Вальхейм, пожалуй. В этом видео я расскажу вам о нескольких советах, которые я бы сам хотел знать немного раньше, чем узнал о них на каком-то там часе игры, они помогли бы мне быстрее развить свое поселение, меньше умирать и куда реже терять ресурсы. Первое. Настраивайте параметры своего мира при создании так, как вам хочется и не пренебрегайте настройками. При создании нового мира вы можете полностью отключить голод, температуру или даже выносливость, если вам не хочется возиться с этими механиками и переживать о том, как часто нужно будет удовлетворять те или иные потребности вашего персонажа. Просто установите те настройки, которые покажутся вам наиболее интересными при создании нового мира. Однако знайте, что когда вы уже создадите мир, эти настройки останутся в нем навсегда и не смогут быть изменены позднее. Игра должна все же приносить удовольствие, так что создавайте любой мир, какой захотите. В этом ведь суть режима. Второй совет для тех, кто только начал играть, не занимайтесь ремеслом в открытую. Когда вы начнете строить свою первую деревню, вы можете поставить на скорую руку верстак прямо под открытым небом. Но не делайте этого, потому что вы не сможете использовать никакой из станков во время дождя. Это довольно разочаровывающее ограничение. Так что стройте станки под любой крышей. Если не можете построить ее какое-то время самостоятельно, найдите какие-нибудь руины, которых полно по карте. Третий совет. Как совсем не получать урон при падении? Если вы прыгаете или падаете с большой высоты, то в падении на землю обычно получите урон. Но что если я скажу, что в игре вы можете упасть с любой высоты и не получите никакого урона совсем? Просто сделайте своевременную атаку в прыжке перед соприкосновением с землей. Попрактикуйтесь в атаке в прыжке, находясь на уровне земли, чтобы лучше понять тайминги. И если вы успеете сделать атаку за несколько метров до удара, а землю, она прервет импульс падения, и вы не получите урона. Кстати, о здоровье. Четвертый совет. Когда вы только начнете играть в Лего Фортнайт, три жалких сердечка жизни кажутся не совсем справедливым количеством. И вы правы, это не так. Вы не сможете нормально выживать в бою, если не будете искать способ получить дополнительные сердечки, особенно против более сильных врагов. К счастью, есть простой способ увеличить максимальное количество здоровья. Один из самых первых рецептов, который вы получите, это рецепт амулета здоровья. В самом базовом варианте он изготавливается из трех шелковых нитей, трех костей и пяти волчьих когтей. И дает вам одно дополнительное сердце, а также немного дополнительной защиты. По мере того, как вы будете улучшать свой верстак, вы откроете более совершенные версии амулета, которые дадут вам больше сердец и защиты. На панели в правой части экрана инвентаря есть три слота для экипировки, так что вы сможете использовать сразу три амулета здоровья, чтобы поднять максимальное количество HP до максимума. Пятый совет по поводу устройств для крафта. Если вы новичок, отдайте предпочтение грилю. На раннем этапе игры строительство гриля должно стать для вас главным приоритетом. В отличие от Майнкрафт, приготовление еды в Лего Фортнайт не требует топлива, а только ингредиенты. Положите сырое мясо, которое добыли из любого животного на плиту и получите куда более питательную пищу. Кстати, сырым мясом тоже можно, конечно, питаться, механики отравления, как в Майнкрафте, в игре нет. Да, вы можете питаться ягодами, но мясо восполнит ваше здоровье и утолит голод сильно эффективнее. Плюс даст пару дополнительных сердечек. Шестой совет. Пещеры просто огромные и пугающие, но они же полны уникальных ресурсов, которые больше нигде не добыть. Так что перед отправкой на их исследование вам точно нужно убедиться, что у вас достаточно еды, а также приличное оружие и несколько топоров и кирок для добычи редких ископаемых и дерева. В пещерах вы найдёте много мрамора, корневяза, которые нужны для изготовления множества вещей и инструментов, которые помогут добыть ещё более редкие и ценные ресурсы. Например, вы не сможете сделать лучшую кирку, пока не раздобудете корневяз, а мрамор сможете получить только с помощью необычной кирки. Совет номер семь, который спасёт вам жизнь и нервы. Деревенские жители – идеальные компаньоны, без которых не стоит выходить из дома. Перед тем, как вы отправитесь на исследование карты или тех же пещер, обязательно позовите с собой одного из жителей. Они появятся в вашем поселении, как только вы начнёте прокачивать его уровни. Не забудьте перед этим дать жителям запасное оружие или инструменты. И будьте уверены, эти друголёчки будут вам очень полезны в бою. Да, они могут умереть, но они просто заспаунятся на кровати после этого в деревне, которой вы назначили. НПС могут телепортироваться к вам, неважно, как далеко от дома вы находитесь. Ваш компаньон просто телепортнётся к вам и продолжит вам помогать. К сожалению, больше одного напарника за раз в поход взять не получится. Восьмой совет. Говоря о жителях, не могу не сказать ещё одну вещь. Пока вы отправляетесь на поиски приключений с одним жителем, позаботьтесь о том, чтобы остальные были заняты делом на вашей земле. Просто подойдите к жителю деревни и дайте ему работу. Найти ресурсы, добывать или готовить еду и всё такое. Не упускайте бесплатные материалы для ремесла, которые они принесут вам в деревню. Совет номер девять. В LEGO Fortnite много еды. Но не стоит запихивать в себя любую старую еду, как мы это обычно привыкли делать. Разная еда даёт разный эффект. Например, жареное яйцо не только даст вам здоровье, но и улучшит регенерацию выносливости на целых две минуты. Жгучий перчик защитит вас от охлаждения, а любимое мясо на гриле не только пополнит счётчик голода, но и даст вам два дополнительных сердечка здоровья к обычному запасу. До десятого совета добрались. Всегда берите с собой древесину, когда идёте на исследование карты. Многие полезные ресурсы находятся не в самых, так скажем, доступных местах. Например, на стенах пещер или на склонах скал. Имея при себе древесину, вы можете сделать быструю и простую лестницу, которая поможет вам забраться повыше. И не забудьте сломать её, когда закончите делать свои высоколазные дела, чтобы получить свои дрова обратно. Совет 11. Ломайте постройки руками. Если вам нужно разрушить какую-то постройку, помните, что вам не нужно использовать свои инструменты. Топор или кирка может справиться с этим чуть быстрее, конечно, но всё же помните, что это лишняя трата прочности инструментов. Стоит более бережно относиться к ним, с учётом того, что ремонтировать их в игре нельзя. Двенадцатый совет. Разочаровывающий. Не стоит стараться загнать животных к себе в поселение. Они в LEGO Fortnite не так важны и вообще устроены не по той же логике, что в Minecraft. В этой игре животные — это случайные спауны. Это значит, что даже если вам удастся заманить животное в загон, то при перезапуске игры оно может исчезнуть. Нужно мясо, удобрение или шерсть, придётся покинуть тёплое жилище и отправиться на охоту. Тринадцатый совет. Покатуны — очень бесящие существа, которые появляются из-под земли в самый ненужный момент и атакуют вас, катясь как каменный шар. На ранних этапах игры они могут представлять особую угрозу. Однако, если у вас есть щит, вы сможете победить этих тварей просто проще некуда. Поднимите щит и дайте им в него ударить. Они столкнутся о него и будут оглушены, а затем будут получать дополнительный урон от атак мечом. Совет номер четырнадцать. В игре есть кровать, но на ней можно лишь вздремнуть, чтобы восстановить здоровье и засполниться после гибели. Пропустить ночь — самое опасное время суток с её помощью — нельзя. Или можно. Есть лайфхак — если наступила ночь, а вы, например, застряли где-то далеко от дома и не чувствуете себя с безопасности, ну или просто не готовы ждать её окончания, перезайдите в лобби и обратно в игру. Чаще всего по возвращению уже взойдёт солнце. Совет пятнадцатый. Не пренебрегайте шкалой температуры. Когда вы впервые создадите новый мир, у вас может возникнуть соблазн сразу же отправиться, куда глаза глядят. Может быть в заснеженную или пустынную местность, на их исследования. Но в одной вы можете замёрзнуть насмерть, а в другой — умереть от жара. Не отправляйтесь в новую зону, пока не будете действительно готовы. Позаботьтесь о том, чтобы у вас были помогающие в экстремальной погоде предметы. Например, шейк из снежной ягоды поможет вам не сгореть в пустыне, а острый бургер согреться, наоборот, в снегу. Ну и не забывайте об амулетах, о которых я говорил ранее. Шестнадцатый. Бонусный совет. Подпишись на канал и поставь лайк, если интересно узнать больше лайфхаков, гайдов и советов по LEGO Fortnite и другим играм. Не забудь написать о комментарии. Спасибо за просмотр и удачи!